Начинаем, друзья мои, да? Всё, друзья мои, начинаем. Всем добрый вечер. У нас сегодня необычное занятие. У нас сегодня профориентационный тренинг. Само сочетание не просто психологический, а профориентационный тренинг, который называется «Ступени профессиональной карьеры». Я вначале обращаюсь к гостям, чтобы потом уже только смотреть на своих ребят. Конечно же, на сегодняшний день я, как преподаватель, который занимается в том числе и психологической практикой, не до конца довольна ситуацией проведения тренинга в онлайн-режиме. И для меня сегодня это первая проба пера. Я люблю проводить тренинг, когда я вижу глаза своих участников, когда я могу до них дотронуться, когда я чувствую атмосферу, которая присутствует в аудитории. Но восьмой уже год работы на факультете дистанционного образа обучения обязывает меня перестраивать и пересматривать своё отношение и к такой форме работы. Да, жизнь заставляет. Да, действительно, не всегда ребята из отдалённых каких-то мест в силу своих воздоровья могут приехать и принять участие в тренинге. Вот сегодня у нас в гостях коллега из Нижнего Новгорода, Нижегородский институт развития и образования. Я с его педагогами, педагогами-технологами и психологами города Нижнего Новгорода проводила этот тренинг, на них обкатывала эту программу, немножко её видоизменила, адаптировала, для наших ребят адаптировала. То есть практически Андрей Юрьевич будет выступать в качестве эксперта, и может быть действительно вот такая вот оценка как профессионал для меня очень и очень важна. Мне также будут важны и ваши замечания, и ваши комментарии. Вы почувствуете, может быть, атмосферу этой работы, вы, может быть, какие-то подсказки и мне сделаете. Несмотря на свою многолетнюю, уже старшую работу, я тоже учусь, и я действительно хочу, чтобы эта работа была сделана на хорошо. А можно я написать, что она позвонила в деканат, у неё мобильный отключен? Света здесь нет. Света здесь нет. А домашняя у неё есть? Уча. Хорошо. Ирина, всё, уже не отвлекайте тогда, ладно? Не будет ничего страшного. Итак, давайте начнём с ребятами, потому что они ждут уже 30 минут. То есть я теперь только с ними, хорошо? Друзья мои, начинаем нашу работу. Наш профориентационный тренинг мы можем с вами начать, и говорили мы, что его название – ступени профессиональной карьеры. Наша задача сегодня посмотреть, как на этапе обучения в университете, какие ступеньки подготовки к своей профессиональной деятельности мы можем пройти, чему мы можем научиться, как мы с вами можем спланировать, спроектировать, такая есть у нас с вами возможность сегодня, варианты своей профессиональной карьеры. Я, как уже говорила, что подготовила для вас 7 ступеней, которые сегодня мы вместе пройдём. И вот одну из ступеней я назвала так – насколько я знаю мир профессий, то есть насколько я информирован о мире профессий. И эту первую ступеньку я ставлю как первое упражнение, с которым мы сейчас все вместе познакомимся. Ваша задача сейчас каждого – вспомнить, вот какую профессию вы знаете очень и очень хорошо. Вы можете досконально о ней в подробностях всё рассказать. Но первый, кто из вас сейчас вот начнёт эту линию, он назовёт профессию, соответственно, все уже участники дальше повторять эту профессию не могут. То есть наша задача сейчас – выстроить такую цепочку профессий, цепочку профессий, и чтобы эта цепочка не повторялась. Понятно, как я усложнила задачу? То есть вы, конечно, сейчас все подумали о профессии психолог, педагог, все так заулыбались, но я усложняю. Первый, кто сейчас назовёт профессию, соответственно, должен будет второму участнику, будет сложнее, потому что нужно будет подобрать профессию, исходя из того, что эту же профессию назвать не может. Я понимаю, кто первый. Настя, итак, ваша профессия? Моя профессия – это делопроизводитель. Делопроизводитель. Делопроизводитель, который я закончила технику и получила образование. Ну, что главное в этой профессии? Знать правила составления документов, знать три вида нормативных документов, которые используются во всех сферах нашей жизни. Ну и знать, как, собственно, оформлять эти документы в дела, когда уже эти документы исполнены, и, собственно, уже они... Хорошо, Настя. Настя, скажите, пожалуйста, если вас попросят выступить перед старшеклассниками, вы могли бы рассказать им об этой профессии? Ну, я думаю, что да. То есть основания у вас есть, вы знаете, имеете профессиональную подготовку, да? Да. Хорошо, спасибо, Настя. Следующим было Олег, пожалуйста. Олег, ваша профессия? Елена Юрьевна, извините, у меня, во-первых, вопрос. Значит, я должен называть профессию, связанную как-то с профессией Анастасии? Нет. То есть просто то, что... Да, ту, которую вы хорошо знаете. Знаю, может быть, и понаслышке, да? Ну, во всяком случае, можете ответить на вопрос, какова цель этой профессии, какими средствами этот профессионал пользуется, где он работает, какие задачи перед ним стоят. Олег, пока подумаешь? Да, конечно. Хорошо. Дальше у меня была Настенька, пожалуйста, Настя. Да, я была бы хотела рассказать об профессии Анастасии, потому что мне это близко. И я думаю, что, ну, главное, профессии Анастасия, это просто поставить Анастасию, да, и как-то понять, чем болеет человек, но еще и как-то поддержать его морально и сделать так, чтобы, ну, чтобы ему было легче, наверное, приносить свою болезнь, чтобы ему было лучше. Тем не менее, я считаю, что хороший врач должен обладать как психологическими особенностями, так и особенностями профессиональными, чтобы хорошо разбираться в медицине и смочь, помочь, я думаю, еще в точеке времени в медицине разобраться в том, где он любил. Хорошо, Настя, спасибо. Таня Ти, она давно уже сигналит мне. Пожалуйста, Таня. Да, Елена Георгиевна, я бы хотела рассказать об профессии Рунависта. Я считаю, что для этой профессии важно знать хотошоповский язык, владеть языком на профессиональном моде. Самое главное, уметь писать, чтобы это действительно был талантливый творческий человек, потому что в журналистике без творчества никуда, механически писать статьи невозможно. И любить свою работу. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Татьяна. Наташа Терехова, пожалуйста. Да, ну, просто медицинский работник. Медицинский работник? Да. У нас был врач, а Вы хотите назвать... Немножко другое. Кого именно? Вы хотите уточнить специализацию? Специализацию, как минимум, средний персонал. Средний персонал, хорошо. Средний персонал, как минимум, это, как бы, училище должно быть, как минимум. То есть это тот, кто называется медсестрой, да? Медсстрой, да. Хорошо, Наташа. Как минимум. Еще раз. И что, Наташа? Я думаю, как минимум, это училище, если это для врачей, это естественный институт. Хорошо, это я поняла. Так, Вера, пожалуйста. Да, ну, я расскажу, наверное, о профессии юристов. Про профессии юристов очень разнопланово, в зависимости от того направления, да, и той узкой сферы деятельности, которой занимается профессионалом. Но если в общем говорить, это про профессии сферы регулирования правоотношений, регулирования права, правоотношений в обществе. Функции, которые выполняют юристы, и его должностная обязанность очень разнопланово. Это и работа в суде, и работа в правоохранительных органах, и работа в натуральных конторах, которые занимаются делами, вопросами сделок и наследственных судеб. Хорошо, Вера, я поняла, что Вы знаете эту профессию. Оксана, Вас слушаю. Я бы хотела сказать о библиотекарях. Библиотекарь, так. Оксана, а не вымирающая ли это сейчас профессия библиотекарь? Оксана, а не вымирающая ли это сейчас профессия библиотекарь? Меняющаяся, она усложняется в плане технического оснащения деятельности данного человека. Спасибо, Оксан. Катюша, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотела рассказать о профессии бухгалтера. Значит, бухгалтер, он работает с бумагами различными, и программой, ну, как в современном мире компьютерной, это 1С, в этой программе, ну, разные бухгалтерские базы, и в ней они работают. Наши бухгалтеры, ну, чаще всего, ну, обычно, они, ну, как, контролируют, ну, ведут учет расхода и приходы различных средств компаний, организаций, в которые они работают, значит, подготавливают бумаги для того, чтобы отводить одного бумага и различные отчетности. Значит, и для того, чтобы быть бухгалтером, как мне кажется, нужно быть очень внимательным человеком, так как там очень много цифр, лиц, дефицитута, быть очень ответственным, и, как мне кажется, нужно иметь какой-нибудь спокойный материал, чтобы обладать климатику. Хорошо, хорошо, Катя, хорошо. Спасибо. Анечка Сидорова, пожалуйста. Добрый вечер. Я бы хотела рассказать о профессии видеооператора. С одной стороны, это очень творческая профессия, потому что предполагает, что нужно выстраивать, выстраивать нужные картинки и замыслы съемки, но, с другой стороны, их работа иногда очень жестко поставленная. Также в их работу входит монтаж отснятого материала и показ как раз на телевидении или в кинотеатре. Спасибо, Аня. Дарья, я вас слушаю. Хотела рассказать о профессии манеджерства персонала или кадровый работник, в принципе, то есть самое. Здесь важно хорошо знать процессовой кодекс, уметь работать с большим количеством информации, в режиме многозадачности, хорошо работать с документами и также важны науки силового общения и ведения переговоров. Спасибо, Даша. Оля, пожалуйста, ваша профессия. Да, добрый день. Моя профессия водитель, потому что мой отец поработал более 20 лет на этой профессии. Конечно, хочется немножко больше рассказать о личностных качествах, как он должен обладать этот человек. Ольга, водитель от чего? Ну, в принципе, он от ураны, как бы милиция, но, в общем, это очень такая, знаете, объемная профессия, потому что если... То есть от профессии, что ты водишь, очень зависит от характеристики. Вот, например, если у вас автобус, да, то есть ты не только должен иметь внимательность на диалоге, да, то есть сдержанность, ты еще должен с людьми работать, активно общаться, да, все равно это приходит. И, например, если просто ты водишь машину, например, как мой отец, он, например, возит деньги, да, из банка там и так далее. То есть тут уже просто нужно именно внимать, внимание очень большое иметь, то есть наблюдательность, нервы, потому что на диалоге сейчас очень опасно, где кто-то может подоедать или еще что-то, то есть нужно иметь стальные нервы. Спасибо, Оля, и хочется пожелать вашему папе, которого мы все очень хорошо знаем, здоровья и удачи. Спасибо. Ванечка, пожалуйста, ваша профессия. Елена Дмитриевна, я, наверное, возьму нашу с вами любимую профессию. Значит, что главное для психолога? Но психолог... Я-то думала педагог. Психолог-педагог, хорошо. Что главное для этой профессии? Быть человеком душевным, откликаться на чужие горести, проблемы, потому что без этого психолог не может состояться. Это первое. Второе. У психолога могут быть разные направленности. Вот в частности, социальная психология, которую мы все обожаем, психология труда, могут быть психологи здоровья, как у нас вот куратор Ирина Валерьевна. Здесь могут быть коучи для психологов. Но главное, да, особо хочется отменить школьного психолога, который, как бы, вводит нас в эту профессию. Для психологов главный инструмент – это душа. Душа своего пациента. Или клиента. Также мы часто пользуемся методиками, опросниками для исследования внимания, восприятия и исследований все подновательные сферы. Хорошо, Ванечка, спасибо. А так, Олег, пожалуйста. Олег. У меня изначально было несколько вариантов, но в конце концов я остановился на такой замечательной профессии, как слесарь. Угу. Ну, к примеру, широкого профиля. То есть, что, какими качествами должен обладать этот человек. Ну, во-первых, в определенной степени выносливость, безусловно, и терпение. Ну, и физическая сила, соответственно. Плюс осторожность. В какой-то степени, возможно... Меня слышно? Да, слышно очень хорошо. В какой-то степени, безусловно, внимательность для того, чтобы, ну, грубо говоря, сохраниться целым. И... И главное, что это очень востребованная профессия, особенно в таком большом городе-герое Москве. Так ведь, Олег? Ну, она действительно востребована. До сих пор. Я не знаю, очень ли востребована, но, по крайней мере, без нее... Нет, судя по тому, как растет наша Москва, конечно же, очень востребована, Олег. Спасибо за эту очень сложную и очень нужную профессию. Марк, ваша профессия? Марк, я тебя не слышу. Это будет полевой геолог. Полевой геолог, так. Чтобы исполнить эту профессию, нужно получить специальное лучшее образование, инженер-геолога. Эта работа интересна тем, что она сочетает в себе и физический труд, и интеллектуальный. Геолог ищет полезные ископаемые, или более правильным языком уточняет вероятность нахождения полезных ископаемых определенных интересов. Это работа долго, как правило, 3 года, сочетает полевные сезоны, работу на природе, и работа с бумагами, с разработкой материалов. В том числе такая достаточно монотонная деятельность, да, писательная. Да. Спасибо, Марк. Спасибо, Марк. Извини, прервала Виктория, пожалуйста. Я бы хотела рассказать о профессии Портнова. Угу. Потому что на данный момент вообще считается профессия не умирающая, никогда всегда востребованная. А для того, чтобы, наверное, состояться в этой профессии, человеку нужны такие качества, как в первую очередь, я бы отметила, в творческую жилку обязательно. Второе – это аккуратность и утитчивость. Третье – это умение находить взаимопонимание с человеком, с которого ты работаешь. Обязательный глазомер. Ну и образование в данном случае, наверное, скорее будет определяться собственными способностями. То есть оно необходимо, но вершин не столь значительный, как, наверное, в профессии врача, педагога и других интеллектуальных профессий. Поняла. Спасибо, Виктория. Светлана, вы меня слышите? Да, я слышу. Отлично. Я рада, что вы подключились. Светлана, какую профессию хорошо знаете, а какую профессию можете точно рассказать досконально? Ну, насколько досконально не скажу, давайте в профессию преподавателя. Просто педагог. Хорошо. Да, педагог, учитель, пожалуйста. Ну, эта профессия требует, во-первых, желания работать с людьми, во-вторых, терпения и, конечно, многих навыков. То есть надо уметь интересно рассказать какой-то свой предмет, надо уметь ладить с людьми очень хорошо, причем как бы стрессоустойчивость требуется не столько для работы с учениками, но и в коллективе, во-вторых, чтобы, и для работы с родителями. В общем-то, это такое, с чем сталкиваются все учителя, педагоги, психологи, да? Нам очень часто говорят, что проблемы начинаются с семьи, и поэтому психологу очень важно. Ваня, Светлана, Ванечка говорила о психологе, вы лучше тогда больше о педагоге, чтобы не повторяться. Хорошо. Я прекрасно понимаю, что вы знаете о этой профессии достаточно много. И кто у меня остался последний, шестнадцатый? Дарья, вы говорили мне? Дарья, вы говорили мне? Вроде нет. Вроде тоже. Я знаю, немного знаю о профессии внести. Какой? Моя мама уже внести. Угу. Моя мама уже довольно давно работает в троих трансфункте. И, ну, медицинские сами, конечно, важны. Там был младший персонал, она вообще там говорила. А это медсестра в трансфункте. Я слышу очень хорошо, я просто коллеги записываю здесь. Я просто записываю здесь. Вот, но я как сторонняя наблюдательна, то что замечаю, что ей скорее более важное дело внутреннее, кажется. То есть, ей нужно быть внимательнее, проявлять хоть какую-то заботу, но ты все-таки напуганная. Угу. Хорошо. Даша, спасибо большое. Давайте подведем итог. Итак, общее представление, макроинформация, вы действительно ее продемонстрировали сейчас все блестяще. Но в том числе, мне понравилось, что вы знаете и микроинформацию о профессии. Вы в основном даже более точно, детально рассказывали о этих профессиях, как будто бы сами их выполняете. Итак, одна из ступеней профессионализма – это макро- и микроинформация профессии. Сейчас я хотела бы вам напомнить те команды, которыми мы с вами поделились. Команда первая – Иван Трушкин, Светлана Цыганкова, Сидорова Анна, Степаненко Екатерина и Дмитриева Дарья. Команда вторая – Камолов Олег, Тристан Оксана, Черева Настя, Малютина Настя, Самыкина Вера, Чистякова Таня. И третья команда – Брославская Виктория, Терехова Наталья, Сухорученков Марк, Качула Ольга и Старыгина Дарья. Все на месте, да, друзья мои? Вам сейчас предстоит работа в своих домиках. Вы пойдете туда, и пойдете вы буквально на 12 минут. То есть в 19 часов 5 минут я вас жду обратно. Друзья мои, мы перейдем с вами на следующее обсуждение, в следующей ступени. Какие требования к личности профессионала предъявляют окружающие нас люди? Но работать вы будете не просто от своего имени, а немножечко в других ролях. Когда вы сейчас придете в свой домик, своей командой, вы должны будете определить, кто в вашей команде будет исполнять роль. Роль бабушки, кто будет исполнять роль дедушки, таких, которым уже так значительно приличного возраста дедушка и бабушка должна быть. Вторые роли, вторая пара, кто будет исполнять роль мамы, кто будет исполнять роль папы. И пятый участник – это ребенок. Олег, у вас в вашей команде два ребенка будет, потому что у вас шесть человек. Эти милые дети, только сильно там не заигрывайтесь, должны услышать от взрослого поколения, от старшего поколения и среднего родителей, их точку зрения, каким должен быть профессионал. И когда вы вернетесь в 19 часов 5 минут назад, будут выступать дети, те, кто исполнял роль детей в ваших группах. И вы будете говорить, вот бабушка с дедушкой, мне посоветовали следующее, а папа с мамой, вот такие считают, качество должен современный специалист демонстрировать. И так я повторяю, друзья мои, за плечами дедушки и бабушки, мамы и папы, свой профессиональный опыт. Понятно, что вам придется сыграть эту роль. Очень вас прошу, не заигрывайтесь. Итак, друзья мои, сейчас 19.52, значит, в 19.05 я вас жду в общей комнате. Отправляйтесь в свои домики. Насколько нам удастся посмотреть и послушать. Ну, посмотрим. Вот видите, как они быстро побежали по домикам. Вот у них там все группы, домики, они знают куда. Так, Сашенька, если... Я буду дедушка. Хорошо. Даня. Так, давай. Не будем им мешать, ладно? Сейчас посмотрим, там, где Леша идет. Квартишка. Второй домик закрыл. Для того, чтобы по именам определить, потому что мы так запутаемся. Там есть у каждой команды свой ведущий. Сейчас посмотрим, вот здесь у меня, ребята, не бюджетники мои, взрослые. Достаивать перед ребенком, Наташей, свою какую-то позицию. Не будем их смущать. Все услышим, друзья мои. Как вам их рассказывать? Ребята, сходу. Сейчас будем смотреть, что говорят нам поколения. Значит, дедушки, бабушки. Мама, папа. И посмотрим, какой получится ли что-то единое. А у меня другое ус я услышала. Я услышала, что здесь у меня сидят ребята, которые прослушали психологию труда. Потому что, как давала формулу профессии, так они и рассказывали. И сидит молодняк, первый курс, да. Вот они эмоциональная краска. Это тяжело. Конечно, приятно, вот Ольга, выпускница Ольга Качуба про папу своего. Но тут папу-то все любили. Такой замечательный человек. Здесь есть еще даже небюджетники. Они тесняются. Вот я смотрю, Настенька, у меня черево, она прямо на пределе. Ей тяжело сидеть. Танюша, да, не может, и раз она убрала свою картинку. Настенька, у меня перехова. Я совсем недавно брата потеряла. А мои все брата, я знаю, брат сюда на лекциях. Помнишь, Саша? Вот сюда приезжал Леша, да? У меня даже иногда он на лекциях сидит, увлекается так. Можно я тоже отвечу? Это вот проблема. Я... Катастрофа. Вот ее тренинг мне так безумно благодарна, что она на клавице не поднялась. Теперь я на нее все готова работать. И она улыбается. Все, она увлеклась. А они тут как-то структурно-могучины? Они сюда... Приезжают, приезжают, да, приезжают. Есть кто... Лежачие. У кого-то основная форма, да? Да, да. Обратили внимание, мама у Ванечки вошла, в шкафчик залезла. Капку привлечет. Вот кто-то у нас в 311 доклад сделал, как ребята реагируют на... Когда посторонние, да, они вымыкаются, закрывают. Когда даже близкий человек. Спасибо. Сейчас посмотрим, как по времени у нас получится. По часам. А так они могут говорить долго. Причем вот еще мы немножечко с ними потренировались, просто попробовать в этой оболочке работать. Мне дала вчера задание придумать название команды «Делиз». Мы не такую соревновательность, а вдруг включили все до слез. У них худший девиз, у них интересный. Певский сад, вторая группа. Вот смотрите. А, нет, это Дима, он записывает нас. Они сказали, что у себя дома находится, да? Да, да. Я сказала, что они не так, потому что в команде люди здесь есть шпага. Да, да, да. Они нас не слышат, что мы разговариваем? Да. И это записывается. И это записывается. А, можно остановить сайты, чтобы она уже разговаривает. А, там сейчас можно дальше остановить, а там сайты продолжаются. Ну, как друг выкликнуть? А, друг, можно. Друг, можно. Друг, конечно. Я... Я считаю, что человек должен быть творческим. О, что он должен быть творческим. Я считаю, что он должен быть творческим. Да? Вы, пожалуйста, скажите немножко о тренинге, о том, что приходит сейчас. Я не могу задать вопрос. Моя задача, поскольку у нас представили профессиональные камеры и профессионально развитие, вот эти руки , я расслабила эти вопросы, и оказывает мнение остроение цистем, объяснение развития. Вам бы дальше сейчас и зрители, которые решили, что вот эти цистем начинаются что мы с вами находимся в других странах, чтобы получения физики были направлены на модный период на одоление лета, на одоление лета, на одоление. Бытили, когда мы провели вечерние тренинги, чтобы уже на то есть внимание, когда будет очень рада, когда вы приходите к этому дарственному, это не слышно от меня, это главное, первое, это не ликвы, масло, и там надо. И я, особенно, когда вы туда приходите, и любите это, это настолько не услышал, ты едешь, и если ты не уверен, что тебе это про самую прохладную, как Олег, это я поймала, что это самое сложное для большого города, то это какой-то больший сухофутский, но мне страшно, кто там вон сухофут. Ну, как я записываю. Интердии, что-то, знаете, я считаю, пришли к поведствам не менее родители, но это старшее поколение, надгодные, например, на детстве. Даже, да. Исторически, когда это было, без людей от старых датчиков, они сообщили, как используют книги после своей дороги. И здесь все, как можно послушать, как много следует. Англия, как и сердце, с тем, что говорят, что он прекрасно. Прекрасно. А то есть, все верные слова, она прямо сейчас очень очень хуже, сколько передira логовей-маркетики, практически, сколько были. Каких людей? Но в первых, в ближайшие,oi-и, для самых техники, ոя-ռյյյյյյյյյյյյյյյյյս。 Ага, как Вы, почему, Вы, придумываете- база для отмена, для этих людей. Это, что бываю, я знаю, что база властях, потому, как, что таковая работа . Так, мы сейчас еще две минутки, вы на две минутки раньше пришли, молодцы, подождем второй домик и третий домик. Отлично. Вы самого красивого ребенка выбрали. Воспитали в собственной семье. Ванечка, вы-то кем были? Дедушкой? А, папой были. Светлан, а ваша роль? Ага, вот так вот, да? Аннушка, ты была мамой или папой? Мамой, да? Ну, Даша, вам повезло. Так, вот потихоньку появился Марк. Третья группа появилась, отлично. Так, кто в вашей, в третьей группе был ребенком? Сейчас, Викуль, кто был у вас ребенком? Аша Серехова в нашей третьей группе была ребенком. Отлично. У нас такие дети красивые в семьях. И сейчас ждем вторую группу. Их там все-таки шесть человек. Может быть, немного долго они, дети там, не видно, непослушные какие-то, шалунишки им достались. Очень важно, чтобы пришли все, потому что я каждую группу сейчас выслушаю. И составим общий портрет. Какие черты совпадают в характеристиках, которые давали дедушка, бабушка и папа, мама. Постарайтесь, дети, говорить кратко. Так, отлично, 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 отлично появились, появились. Олег, кто в вашей группе ребенок? Так, детьми в нашей группе были Анастасия Малютина и Анастасия Черева. Отлично. Если я ошибаюсь, то отправьте меня. Хорошо, Олег. Я к ним обращаюсь. Хорошо, Олег. Значит, я обращаюсь теперь к детям. Дети, говорить сейчас будете четко и очень громко. Сначала будете рассказывать, что вам посоветовали дедушки и бабушки. Итак, первый ребенок – это Катя Степаненко. Катюша, что тебе посоветовала дедушка с бабушкой? Значит, дедушка сказал, что профессионал должен быть ответственным, так как от работы вообще зависит, с теми работают его товарищи, то есть из человека, например, это работа врача. И необходимо очень хорошо знать свое дело и быть в творческих отношениях. А бабушка говорила, что тоже нужно быть ответственным, ставить работу на первое место. Профессионал всегда делится опытом и всегда продолжает учиться. и он не останавливает в сентябре потом. Хорошо, Катя, спасибо. Второй ребенок – Наташа Терехова. Что вам посоветовали дедушку с бабушкой? Дедушка с бабушкой, я говорю, образование. Читаю книжечки бабушкам. И что еще, Наташа, а дедушка что советовал? А дедушка с бабушкой, она удовольствием получил образование, и это образование сейчас никуда. Подела, спасибо. Так, непослушные дети. Настя, третья группа. Ну, дедушка предложил свою профессию физико-язвящика. Хорошая ваша дедушка. Ну, как-то не очень. Нет, а там, каким должен быть, он говорил вам, каким надо быть профессионалом. Личностные характеристики. Выдержанный, да, так. Да, то, что ответственный. Ответственный. В таком духе. А папа Оксана... Извините, папа не надо. Подожди, подожди. Бабушка. Бабушка рассказала о профессии журналиста. Так. То, что, ну, надо быть творческим. Так, творческим. Уметь писать и так далее. Понятно. Хорошо. Милые дети, а что вам посоветовали мама с папой? Пожалуйста, Катюша. Значит, мама, значит, что нужно знать работу досконально и подходить к ней с этой употреблечивостью. Так, чтобы это, чтобы было видно, что, как бы, любишь свою работу. А, значит, папа говорит нам, что все равно, кто знает свою работу и тоже вот любит ее, и она его изобретит. Вот. Все равно должен показывать любовь к своей работе, к людям. Вот, значит, работа с людьми. И тоже рассказала о том, что должен быть, если свою творчество, а, значит, творчество, какой-то ужилкой, значительство. И если, например, что она не знает, что это, значит, что она хочет сюда быть, то необходимо доучиться. Спасибо, Катя. Наташа, что вам посоветовали мама с папой? Мама с папой. Мама с папой. Мама с папой ориентируется на мой интерес. Папа ориентируется на то, чтобы было, да, и доход. Понятно позиция родителей ваших. Так, и две девочки. Настя, пожалуйста, первая. Да, ну, по-моему, бабушка советовала, что писатель, как она считает, должен быть творческим, одокотворенным, значит, что папа-дедушка сказал, что он должен быть талантливым, обязательно, и любить свою профессию. Угу, хорошо. Настенька, что сказали мама с папой? Ну, я сказала, что я хочу быть адвокатом, и мне папа, Ахтана, рассказала о том, с какими качествами он должен обладать. Это то, что он должен уметь лавировать, общаться с людьми, знать кодекс, и, ну, в общем, получить образование для этого нужно, сказала мама. Угу, угу. Итак, я очень благодарю старшее и среднее поколение за умные и добрые советы. Я успела записать все, что вы сказали своим детям. Итак, какой же должна быть личность профессионала с точки зрения старшего поколения? Вы знаете, вот сравниваю с тем результатом, который делали коллеги-педагоги буквально вот в начале этого месяца, когда я проводила аналогичный тренинг в Нижнем Новгороде. На первое место ставили такое качество, как ответственность. И большинство сегодня здесь набрало именно это качество. Кем бы вы ни работали, обратите внимание, родители представляли разные профессии, хотя я даже этого и не требовала от вас, да? Но прежде всего профессионал – это человек ответственный. Далее, основная была тенденция на глубокие профессиональные знания. Знание и компетентность профессиональная. Далее, большое количество набрало такое качество, как творческое, креативный подход в выполнении работы. И мы прекрасно с вами понимаем, что на сегодняшний день любой работодатель не будет смотреть, как вы выполняете однообразно и монотонно свою работу. Он всегда будет ждать от вас интересных новых каких-то, может быть, поворотов, или это может быть каких-то идей, или каких-то предложений и так далее. Невзирая, есть ли у вас опыт, нет ли его, имеете ли в образовании. Вот эта творческая инициатива на сегодняшний день действительно требования, и ваши родители, ваше старшее поколение на это сделали акцент. Папа с мамами, мне очень понравилась, вот первая группа добавила, наверное, это любовь к людям, любовь к своей работе. Не будет этого понимания и уважения своей профессии, конечно, не будет, и результата, положительного результата. Итак, друзья мои, я повторю, вторая ступенька – это прислушиваемся к мнению близких профессионалов. Близкими, я понимаю, родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестёр, может быть, дяди и тёти. Это действительно тот блок людей, та ступень, которую нужно выслушивать, внимательно выносить и делать выводы, эту маечку, эту рубашечку на себя примерять и действительно пробовать акцентировать на сильные и слабые стороны в профессии, в профессиональной деятельности своих уважаемых родственников. Переходим на третью ступеньку. Третья ступенька – а могу ли я работать в команде? Да, на сегодняшний день мне очень трудно найти профессию, где требуется стопроцентное индивидуальное её выполнение. В любом случае, даже если я творец, даже если я скульптур или художник, я работаю всё равно с клиентами, с заказчиками, с организаторами выставок и так далее. То есть умение работать и общаться. И для этого я предлагаю вам сейчас следующий вариант. Вы отправляетесь буквально на три минуты, я подчёркиваю, на три минуты, не более, в свой домик. И в своём домике ваша задача сейчас будет определить, в какую сказку вы всей своей командой отправитесь. Итак, ваша задача только определить, какую сказку вы сейчас будете представлять. Быстро по домикам разбежались. Ты смотришь, как скорость-то включили, а? Прямо улетели, да? Да. Ну, а сейчас будет интересно, что выберут. Какие девочки? Какие девочки? Я обés. Какие девочки... Я люблю. Я люблю. Кв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо. Пожалуйста. Так, кто у меня появился? Где мои ведущие? Вот у меня Ванечка. Ваня, ваша группа какую выбрала сказку? Значит, у нас есть четыре варианта. Один. Давайте красную шапочку. Красная шапочка. Так, замечательно. И Виктория. Так, где моя Виктория? Вижу, вижу, вижу. Виктория, я вас вижу. Что ж такое? Виктория, ваша сказка? Колобок. Колобок. Прекрасно. А теперь, друзья мои. Вы не своих сказок не возвращаетесь. Вам сейчас предстоит там прожить десять минут. Вам предстоит поделить главные роли этой сказки. Но я вас отправлю в свой домик не для того, чтобы вы там похихикали и превратились в новых персонажей, а для того, чтобы вы вернулись через десять минут и сказали. Как персонажи этой сказки могут на сегодняшний день вписаться в современный рынок труда? Чем они могут заниматься вот сейчас в современном мире? Какие виды бизнеса они могут представить как герои и персонажи данной сказки? Итак, десять минут я даю на эту работу. Девятнадцать тридцать, да, мы возвращаемся с вами в общий домик. Полетели. Хорошие сказки. Сейчас будем для них делать сюрприз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Десять минут уже, да?